И всем привет с весной и с наступившим футбольным сезоном. Руслан Васильев, я тоже поздравляю, потому что футбольный сезон, будем считать, открылся, то есть наступил, но насчет весны ты загнул, по-моему, хоть на улице сегодня. Нет, но сегодня чувствуется дыхание уже такое. Дыхание? Ну ладно, если чувствуется, но футбол задышал, кстати, достаточно энергично. Полной грудью и интенсивно. Давай. Вот так. Ну, может быть, знаешь, это может быть даже команды, те, которые играли у нас за суперкубок, Барте и Брестская Динамо, они даже, может быть, ассоциация с мартовскими котами, такие же чуть нервные, но разбужденные. И возбужденные, и наши опасения, к счастью, о том, что... Не оправдались. Футбол был не скучно, веселый. Суперкубок будет скучным, это вот это точно, это абсолютно... Слушай, я получил удовольствие от футбола, честно тебе скажу. Веселый футбол. Да, не всегда от белорусского футбола, мягко говоря, удается получать положительные эмоции. Вот в субботу я посмотрел от звонка до звонка всю игру, и, в общем-то, не было момента, в котором бы я заскучал. Нет, скучно нет. Вот повторю, опять-таки, скучно не было. Что касается, допустим, класса игры, качества, здесь уже можно спорить. Как и... Ну, давай, наверное, в первую очередь поговорим о победителях, и вообще о том, что нам... Какую Америку открыл этот суперкубок. Давай, давай, пройдемся на счет победителя. Нет, ну давай вначале, так скажем, о не самом веселом, в рамках веселого финала этого, да. Это то, что, ну, похоже, что Латтл, что Дулуп, которые нового и главного тренера у Бреста и у Бориса, они, ну, ни с какими оригинальными идеями к нам не пришли. То есть они сторонники нынешней доминирующей философии. Это пытаться организовать оборону еще на дальних подступах. У чужих ворот, одним словом, чтобы ошеломить соперника от Бориса и навалиться на неуспевшую выстроиться в защиту соперника своими быстрыми и превосходящими. Но у Латтла это получилось гораздо лучше. Да, ну, то есть мы не будем от них. Это никакие эволюционные и революционные решения они предлагать нам не будут. Они работают в том режиме, который тот же Малулафеев называет инкубаторским футболом. То есть по большому счету, это с точки зрения тактики и стратегии, и философии, что самое главное, это две одинаковые команды. Ну, а что тебе у Бреста понравилось? Что у меня у Бреста понравилось, это то, что есть движение, то есть есть стремление идти вперед все-таки. Завершать каждую атаку, пытаться, по крайней мере, ударом по воротам. Ну, как это неудивительно, точнее, возможно, это уже нельзя так сказать, как неудивительно, а понравился Милевский. То есть если у человека есть голова на плечах, то она у него есть. Слушай, он прошел предсезонку, он, видно, подходит в хорошем эмоциональном состоянии. Брест его любит, его это окрыляет, и он почувствовал себя какие-то вторые силы. Ему важен, конечно, кураж. Кураж, да, он человек куражистый. Он подпитывается, да. И вот это понравилось в Бресте. Если говорить, ну, очень... Нехайчик неплохо сыграл. Нехайчик неплохо. А Сачукву, вот опять из его передач хороших. Нет, не понравился. Я считаю, что Латтл недолго будет ему доверять. Его все передачи на 2 метра ближним. Он, по крайней мере, я увидел. Ну, было несколько очень хороших диагоналей дальних. Я их не увидел. Вот то, что касается Латтла, то это тренер с фантазией. Это однозначно. Несмотря на то, что я сказал о том, что это вот в рамках общепринятой нынешней самой модной концепции, но он с фантазией. Потому что когда ему понадобилось заменить Витуса, то он вообще полностью перетормошил всю оборону. У него появился новый левый защитник. Не просто позиция на позицию. У него появился новый правый защитник. Он на правый фланг ушел из центра Гавриловича. У него в итоге появился еще и новый центральный бег Лебедев. И то же самое было, когда он заменил своего нападающего на памяти Премудрого. Значит, что мне не понравилось в Брестском Динамо? Ну, все-таки там есть определенный бардак в обороне, где, может быть, кстати, вот именно это перестановки можно вменить Латталу в вину. Наоборот, ведь в концовке у ворота Бреста... Ну, там не было таких опасных. И, по крайней мере, два шанса у Борисова возникло в концовке, когда вот эта уже ротация была произведена. И не понравилось то, что делается ставка на легионера нападающего. Как там его? Готел, да? Вот. Все дело в том, что, ну, я пришел к следующему выводу. Это он просто, он лежит на поверхности. Вот смотри, московская ЦСКА богаче, чем Брест. Надо полагать, да. Авторитетнее, чем Брест? Ну, надо полагать, да. Как ты думаешь, его селекционеры ведут активный поиск на трансферном рынке какого-то более или менее при приличного нападающего. Полагаю, что и тут ответ утвердительный. И в итоге у Гончаренко и уже у Ермаковича в центре нападения, причем не случайно, не эпизодически, а на регулярной основе уже играет бывший опорный хатбек и бывший даже центральный защитник Вернбул. То есть, это говорит о том, что горизонт вариаций при выборе нападающих, он очень низкий. И мне кажется, что уж нам-то тем более бесполезно искать за рубежом квалифицированных нападающих, потому что забиванных, потому что их просто говоря нет. И единственная наша должна быть надежда это на воспитании своих, своих и еще раз своих. Мне кажется, здесь же может и не Хайчик сыграть. Это дело другое. Нет, так ставь не Хайчика. И Савицкий есть. Нет, я к тому, что использование вот девятого номера, реализовавшего пенальти, может, может. Ну так и надо его использовать. А вот здесь он все равно нападающий не очень высокого класса. Это законцов Рома Василевка еще же. Я тебе еще раз. Свои, свои и свои. Те, кто есть и воспитывает новых. Вот пример Кириленко, он самый явный. Теперь по Борщову. Ну а что касается Батэ, то более всего меня смутила пресс-конференция в исполнении Дулуба. Она мне совсем разомравилась. Он мне. Во второй ремплике он сказал выставочный матч. Ай-яй-яй. Я за этим увидел попытку смикшировать. А почему же он так расстроился после игры и не взял даже медаль на шею, схватил ее вот так вот. А потому что выставочный матч. А выставочный матч так не расстраивается. И вот это мне очень сильно не понравилось. Мне показалось, что господин тренер лицемерит, скрывает правду. А я не люблю, когда мне лицемерит. Я скрываю от меня даже правду на таком примитивном уровне. Вот Липя, скажем так, горбатого. Естественно, Дулубу есть чему расстраиваться, ибо они проиграл Банте, очень желая выиграть. И при этом Брест был больше крупному выигрышу, чем Борисов господин. А дальше, если знакомиться с мнением Дулуба, рисуется картина, что ну была неудача, ну неудачное начало матча, ну пропустили раз, ну пропустили два. Но потом перестроились, придавили, прижали, и только лишь фортуна, образумившая Гутера на два сейва спасла Бреста. Вот такова версия Дулуба. А Щербинский пару раз вытянул. А Волочко из пустых ворот. Я с тобой полностью согласен. Именно поэтому я и сказал, что поведение, то есть реплики, речи Дулуба на пресс-конференции мне абсолютно не понравились. Я как-то, ну мне стало даже за него неловко, если не сказать, стыдно. И стыдно за то, как допустим за право защитника Батыфа Филипповича Контор и Серб. Слушай, а его трудно назвать защитником. Не, ну я не знаю, защитником... Высокого уровня. Даже не высокого уровня. Говорят, что Батыфа за ним охотился. Ну, не знаю. Вот. И именно в роли флангового оборонца он выглядел вообще слабый. И тот же Нехайчик, и Витус. И кто упустил в конце концов смещение Витуса в центре, как не Филиппович. Мне не понравился Васильевич. Центральный защитник. Еще один. Еще один сет. И балканец, да. По Симовичу у меня вообще масса претензий. То есть, я не понимаю... То есть, по этому матчу зачем его купил Баты, понять невозможно. Всех трех. И Симовича, и... Васильевича, и... Да. Ну, потому что, ну, у меня сразу ностальгия по Кендышу, который сейчас в Приднестровье. Он, ну, тот, по-моему, намного сильнее. По крайней мере, по этому матчу. Потому что Симович в организации атак не помогал. Ну, и опорный Корницкий немного не волнорез. То есть, не в этом амплуа, хотя вспомнить, естественно, можно. Поэтому к Баты вот то, что мы предполагали пока и случается. В том, что Дулуп явно работает, пытается подставить Баты ту игру, которую он раньше не ставил ни одной команде. Мы еще посмотрим, как в среду они сыграют с Ислычу. Там, я думаю, тоже могут быть всякие неприятности с учетом того, что весной... Ну, интрига, по крайней мере, весной сюрпризов очень часто встречаются такого плана, если... Но, опять-таки, как главный вывод такой, что скучно не было и эту доминанту вот какого-то такого позитивного веселья, да, хотелось бы взять с собой и в следующий матч. Но, опять-таки, насколько это качественный футбол, судить пока очень рано. Потому что нужно, по крайней мере, увидеть и сравнить с кем-то еще. Потому как, допустим, вот Шахтер сыграл. Его тоже надо сравнить. То есть, хотя бы несколько матчей. И как команды будут или эволюционировать, или, наоборот, регрессировать. Первый матч, он это еще и дополнительные эмоции, что часто помогают, хотя порой и мешают, но в данном случае... Первую страничку мы прочитали, и захотелось перевернуть, посмотреть, что там будет. Ну, по крайней мере, не против того, чтобы была вторая страница. А самое, по-моему, что резюме, вот самое верное, это сделал Стасевич, который, в отличие от Дулуба, он сказал все правильно и правдиво. Искренне, что Брест заслужил победу и поздравил соперника. Ну и мы давай с тобой поздравим Брест суперкубком. Это не выставочный матч, это очень серьезный трофей. Что бы ни говорил Олег Дулуб. Ну что, на этом все. До среды, где будем говорить о биатлоне. О биатлоне. Не пропустите. Сергей Канаш и Руслан Васильевич. Пока. Редактор субтитров А.Семкин